Очередные провокационные заявления Еревана обсудим с доктором юридических наук, старшим преподавателем Геотербургского университета Кемалом Макелеалиевым. Он с нами на прямой связи. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы видим, как очередные провокационные заявления со стороны Еревана звучат в адрес Баку. И Армения продолжает настаивать на карте 1975 года, вместо того, чтобы продолжать работу в направлении, которые, в принципе, и были определены в рамках переговоров лидеров Азербайджана и Армении, и как раз-таки уже начать процесс делимитации, однако одни заявления противоречат другим. Как стоит это расценивать, на ваш взгляд? Я думаю, что это стоит расценивать, прежде всего, в контексте информации, которую Ереван предоставляет для внутреннего потребления. Конечно, здесь всегда есть момент того, что, естественно, заявления правительства Армении и членов правительства Армении слушают не только внутри, наружу. Это звучит в разрез международным договоренностям. Но очень тяжелая внутриполитическая ситуация в Армении, она является также причиной того, что правительство постоянно мечется между позициями, которые уже морально устарели, физически устарели, не используются в переговорном процессе, но в то же время пытаются как бы успокоить внутриполитическое давление с целью того, чтобы показать, что повестка переговоров находится полностью в руках Армении. Что, естественно, не является правдой для любого члена экспертного сообщества. Это понятно и очевидно. Это также постоянно указывает оппозиция в Армении. Но, естественно, это осложняет общую картину и фон переговоров, потому что получается, что дискурс, который уже морально и физически устарел, возвращается обратно. Переговорный процесс отягощается тем, что Азербайджан вынужден делать ответное заявление, опровергать это, риторика становится тяжелее, это отражается на следующем раунде переговоров, и вот таким образом процесс пробуксовывает. В принципе, чего Армения добивается, это как раз замедление этого переговорного процесса. В таком случае, зачем тогда вот эта готовность, о которой говорил и премьер-министр Армении, в рамках, скажем так, переговорных треков, которые уже состоялись с начала года, и мы знаем, что в Брюсселе должна состояться встреча, и после еще планируется встреча в Испании уже в октябре. И тогда не совсем понятно, вот на что направлена такая деструктивная деятельность, ведь в первую очередь это все влияет на восстановление мира в регионе, и в частности направлено против самой же Армении. Это направлено все на затягивание переговорного процесса, как можно больше затянуть, выиграть время. Но время уже не работает на Армении, потому что объективно геополитическая ситуация и политическая ситуация, она очень сильно давит на армянское правительство. То есть это вот такая вот игра кошки-мышки с самими собой фактически. То есть как можно больше оттянуть вот эти принятия непопулярных решений, хотя неизбежность принятия непопулярных решений, понятно самим же членам правительства Армении, самому же премьер-министру Пашиняну. То есть все прекрасно понимают, к чему все идет, и все идет к заключению мирного договора, к гидравитации границы, к восстановлению коммуникаций. Но вот этот процесс, растянуть его как можно больше, вот он и является самой этой целью, чтобы это вот, так сказать, рубили хвост мелкими кусочками, хотя это может казаться вот такой формой самоистязания. Но правительство Армении по всей видимости считает, что это снижает внутриполитические риски. То есть если вот все сразу и быстро, что в принципе хорошо для региона и для самой же тоже Армении, может быть очень плохо для правительства Армении, который очень боится того, что это может вызвать какой-нибудь социальный или политический взрыв в стране и фактически создать угрозу действующей власти. Если такое произойдет, это действительно может быть в среднесрочной перспективе очень деструктивно. Представляете, если придет кто-то, кто будет совершенно деструктивен в переговорном процессе, к чему это может привести. То есть это приведет к очередной эскалации в отношениях, возможно даже в конфликтных столкновениях, вновь между Арменией и Азербайджаном. То есть этот сценарий действительно очень плох. Но и уже невозможно игнорировать то, что международное сообщество, как мы видим по результатам итогов переговоров среди посредников уже четко очертило свою позицию, когда это касается территориальной целостности Азербайджана, территориальной целостности Армении и рамков переговоров, признание того, что Карабахский регион — это территория Азербайджана, признание того, что в конечном итоге все это должно вылиться в устойчивый и длительный мир между Арменией и Азербайджаном, это тоже не получается игнорировать. И вот получается такая вот странная ситуация, в которой Армения продолжает метаться от одного качающегося точки маятника до другой. Да, но в таком случае, как вы считаете, повлияет ли вот подобная такая риторика? В принципе, Баку с таким неоднократно сталкивался, но все же настаивает на мире. И повлияет ли это как-то на вопрос подвижек по мирному переговору? И в частности, вот эта двойственная риторика Армении, то есть мы видим, она с одной стороны признает территориальную целостность Азербайджана, а с другой стороны продолжает осуществляться провокации. И в целом, в случае возможного подписания мирного договора, продолжатся ли, на ваш взгляд, подобные провокационные действия? Если не все с этим согласны, в самой же Армении. Я думаю, что происходит следующее. В кроссоверочной перспективе это действительно способно повлиять на это, потому что, как уже я говорил, это и является самой целью, для того, чтобы еще немножечко отдалить момент подписания мирного договора. В среднесрочной перспективе это ни на что повлиять не может, потому что договор будет подписан, и он будет подписан на условиях, которые соответствуют международному праву и, соответственно, позиции Азербайджана. То есть это неизбежно. И правительство Армении это тоже понимает. Поэтому среднесрочной перспективе это ни на что повлиять, конечно, не может. После подписания мирного договора это, конечно, уже немножечко из разряда пытаться предугадать будущее, но я думаю, что отпадет какая-либо необходимость в том, в каких-то провокационных действиях со стороны правительства Армении, потому что уже свершится факт, и уже нечего будет оттягивать или затягивать. Уже будет та ситуация, которую мы будем иметь на данный момент. Опять-таки, в тот момент, в той точке времени, будет ли социальный и политический взрыв в Армении, вот это вот то, что предопределить ситуацию. Если его не будет, я думаю, что мы увидим намного более конструктивную и намного более способствующую развитию мирных отношений позицию со стороны правительства Армении. Если он же будет, то уже здесь трудно что-то предсказывать, потому что это может привести к любым негативным последствиям. Кем Амалим, хотелось бы затронуть еще один момент. Вот последние новости, в частности, агрессивную риторику Ирана, хотелось бы обсудить. Мы видим, что последний инцидент, а именно арест азербайджанского студента, якобы по обвинению в шпионаже, случай предъявления Ирана вот таких вот абсурдных обвинений против азербайджанских граждан, ареста. Бывали они и раньше. Кроме того, если вспомнить события с того, как начался этот год, в январе, мы помним, что был осуществлен террористический акт против посольства Азербайджана в Тегеране. Погиб один человек, были ранены два. Кроме этого, мы наблюдаем, одним словом, ряд провокационных действий со стороны Ирана. Что лежит в основе такой агрессивной риторики Ирана и как далеко Тегеран может зайти? Ну, в основе этой агрессивной риторики лежит продолжение вот этого вот напряженности в отношениях между Ираном и Азербайджаном, неконструктивной позиции Ирана и его политики по фактически ухудшению отношений между Азербайджаном и Ираном для того, чтобы в какой-то момент опять сбавить обороты, пытаться прийти к мирной повестке, но при этом выторговать для себя какие-то более хорошие условия в двухторонних отношениях. Это не первый раз Иран делает. И на протяжении достаточно длительного количества времени это была его излюбленная стратегия в отношениях не только с Азербайджаном, но и с другими странами. То есть у Ирана, в принципе, в этот набор инструментов, которые мы видим, здесь ничего нового нет. Захват граждан других государств фактически в заложники, в политические заложники, это то, что Иран делал со времен того, как исламская революция совершилась в 70-х годах и по сегодняшний день. От этого пострадало достаточно большое количество граждан по всему миру, а теперь вот Азербайджан не становится исключением после террористического акта вот этот вот новый момент агрессивной политики по отношению к Азербайджану и к азербайджанским гражданам. К сожалению, здесь просматривается именно тот момент, что азербайджанский студент будет использован в качестве вот этого вот такого вот заложника, которого будут обменивать на какие-то политические подвижки или подачки, или изменение позиции, возможно, да, но то, чего Иран не понимает, это то, что Азербайджан не привык к таким отношениям, отношениям на таких условиях, и поэтому это может повернуться для Ирана совершенно в другую сторону, тем более, зная о том, какое количество граждан Ирана также посещает Азербайджан, находится на его территории и какое отношение к этим гражданам всегда здесь было. То есть это может повернуться в совершенно более агрессивную игру между двумя государствами, чего Азербайджан очень не хочет, но если Иран не оставит выбора, конечно же, будут применены любые места и способы. Это совершенно не та ситуация, с которой Иран сталкивался до этого. Поэтому здесь нужно быть очень осторожным и аккуратным, возможно, наша дипломатия сможет убедить Ирана изменить свою позицию, отпустить студента и перестать играть в эти опасные игры, и заняться на самом деле расследованием террористического акта в отношении посольства Азербайджана, Азербайджан, который произошел по вине Ирана. Будем надеяться. Спасибо вам большое. Спасибо. С нами на связи был доктор юридических наук, старший преподаватель Гетебургского университета Кямал Макилиалиев. Продолжение следует...